То, что очень многие забывают, будь то это в месяц Рамадан или в иные периоды, то что Аллах Субханаху Атали говорит «Аллядина ятлюна китаб Аллах», те, которые читают Писание Всевышнего Аллаха, говорит слово «Ятлюна», «Тилява», «Тилява», «Тилява туль Кур'ан». Что значит «Тилява»? «Тилява» то, что мы привыкли переводить как «Чтение», но на самом деле «Тилява» у него два смысла. Один из его смыслов это «Чтение», а второй это «Следование». То есть, как нам было велено читать Кур'ан, так же нам было велено следовать Кур'ану. Как Всевышний Аллах говорит «Ва шамси, вадухаха, валькамари, ида таляха» «Клянусь солнцем и клянусь луной, которая следует за солнцем». То есть, таляха следует ей. И исходя из этого, улема говорят, что «Тилява» может быть лавзия, а может быть хукмия. «Тилява лавзия» и «Тилява хукмия». Что значит «Тилява лавзия»? Внешнее чтение, внешнее произношение Кур'ана. Это то, что мы называем чтением. Когда человек читает Кур'ан, открывает мусхав и произносит слова Всевышнего Аллаха своим голосом, как говорится. То, что мы называем чтением. Читает Кур'ан, человек читает Кур'ан. Здесь тоже нужно отметить некоторые моменты. То, что человек во время своего чтения Кур'ана должен соблюдать «Тартиль». Как Всевышний Аллах говорит, «Воротти лил Кур'ана тортиля». И читай Кур'ан с тортилем. То есть, медленно, не спеша, понятно, ясно. Не нужно читать Кур'ан, как говорят, когда человек сам не понимает то, что читает. Или рядом сидящий человек слышит от него только какой-то гул, который исходит от него. Быстро, быстро, быстро что-то читает. Ничего не понятно. Нет, должно быть что? Человек должен каждой букве Кур'ана отдавать свое право. Должен произносить каждую букву из Кур'ана явно. Даже если он делает это быстро. Да, у нас есть разные виды чтения. Есть тахкик, есть тадуир, есть хадр и тому подобное. Но даже если он читает быстро, то он не должен зажевывать буквы или мямлить что-то себе под нос. Нет, он должен явно, четко читать, даже если делает это быстро. И желательно соблюдать правила таджуида. Также, что касается тилява лявзыя, когда человек внешне читает Кур'ан, то есть чтение, писание Всевышнего Аллаха Субхану Хуаталя, можно сказать, что это делается на распев. Человек должен постараться читать Кур'ан красиво на распев. Как сказал посланник Аллаху Салли Аллаху Алейху Васалям, «Ляйса минна мэн лам я таганна бил Кур'ан». Не из нас тот, кто не читает Кур'ан на распев. Кур'ан это не газета. Кур'ан не читается, как какой-то журнал. Когда ты открываешь, «Бисмилляхи ррахману ррахим». «Альхамду лилляхи ллязи анзаля аля абдихи лкитар». Нет. Кур'ан читается на распев. Человек должен постараться украсить Кур'ан своим голосом. Как это передается в хадисах от пророка Салли Аллаху Алейху Васалям, то, что сахабы слышали его чтение и ничего подобного, ничего более красивого они не слышали. Также из того, что можно отметить относительно чтения Кур'ана, это то, что человек, когда читает Кур'ан, должен шевелить губами, должен шевелить языком. Иначе это не будет считаться чтением, это будет считаться размышлением. Как будто человек просто думает. То есть, ты видишь, то, что губы человека абсолютно не шевелятся, они закрыты, язык его не шевелится, а глаза бегают по строчкам. Глаза ищут слова, ищут буквы в страницах Кур'ана. Это недопустимо. То есть, должно быть обратное, должно быть шевеление языка, должно быть шевеление губ. Только это называется в арабском языке чтением. И как передается от пророка Салли Аллаху Алейху Васалям, то, что сахабы узнавали о чтении пророка Салли Аллаху Алейху Васалям в тех молитвах, которые читаются про себя, по шевелению его бороды. По шевелению его бороды, значит, он шевелил губами, шевелил языком. Салли Аллаху Алейху Васалям. Это что касается чтения Кур'ана.